31 декабря возможно станет выходным. Министерство труда России предложило сделать канун Нового года нерабочим днём. Данная инициатива содержится в проекте постановления правительства о переносе выходных в 2021 году. Отмечается, что предлагаемый перенос соответствует положениям трудового законодательства. В соответствии со статей 112 ТК РФ, в целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней, выходные дни могут переноситься на иные дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ. Не так давно Министерство труда России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году. Таким образом, согласно проекту 31 декабря 2021 года, возможно, станет выходным днём. Однако в 2020 году канун Нового года со стопроцентной вероятностью будет рабочим днём. Отметим, что данная мера полностью соответствует статье 110 ТК РФ, в соответствии с которой продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Именно данное ограничение помешало сделать 31 декабря 2020 года выходным днём. По словам экспертов, сделать канун Нового года нерабочим днём – хорошая возможность для того, чтобы работники смогли лучше воспользоваться своими выходными, а также лучше подготовиться к праздникам. Предполагается, что данная мера позволит работникам более рационально использовать свои выходные и нерабочие праздничные дни. Тем более, что часто сами работодатели отпускали своих работников 31 декабря домой пораньше для подготовки к празднованию Нового года. Напомним, что в 2021 году праздничные дни выпадают на 1-8 января. 9 января станет первым рабочим днём в 2021 году. Помимо этого, выходной с субботы 4 января переносится на 4 мая, а в воскресенье 5 января, соответственно, на 5 мая 2021 года. Лев Диденко, Универ, Ньюс. Лев Диденко, Универ, Ньюс.